И к теме святочных торжеств. В Челябинске прошел рождественский праздник для детей. Зрителями стали ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также те, кто достиг успехов в учебе, творчестве или спорте. Подробнее расскажут наши коллеги. Рождественская елка в Театре оперы и балета – самая яркая из праздничных мероприятий в Челябинской области. Красочные костюмы, декорации, свет, музыка восхищают и удивляют маленьких зрителей. Поздравляют южноуральцев губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миянский Алексей. Рождество – особый праздник, светлый, теплый. Каждый из нас, вне зависимости от возраста, загадывает желания. Конечно же, я желаю, чтобы все мечты, все наши мечты обязательно сбывались. Но, конечно, удача любят тех, кто постоянно вкладывает, вкладывает в свое любимое дело. Я желаю каждому из вас, ребят, вне зависимости, чем вы занимаетесь, сделать это всегда хорошо и добиваться результата. Сегодня мы вспоминаем тот день, когда родился в этот мир Спаситель Господь. Он принес радость, Он принес мир, Он принес благословение каждому из нас. И мы, как верные Его дети, должны развивать те таланты, те умения, те знания, которые вложены в нас Богом. Пусть свет Вифриемской звезды, который сегодня, наверное, особо отражается в наших сердцах, помогает нам преодолевать все трудности, все неприятности в этой жизни. И пусть радость, которую мы сегодня испытываем, сохраняется с нами в течение всего года. Правящий архиерей и глава региона наградили победителей конкурса творческих работ «Рождественская сказка». Дети сочиняли стихи, создавали рисунки на тему праздников. Рождество – это один из самых радостных, самых знаменательных, самых семейных праздников церковного календаря. И, безусловно, Рождество является такой главной точкой зимы. И все-таки мы говорим о нем как о празднике, который происходит не один день, как мы понимаем, потому что время после Рождества, до крещения Господня, называется святками. Святыми днями или святыми вечерами. И празднование святок – это всегда особое место, занимало в русской культуре, в народной традиции. Праздничные елки проходят и в других городах области. Их смогут посетить 12 тысяч детей. Свои постановки покажут 10 театров. А в Челябинске зрители увидели музыкальный спектакль для всей семьи «Волшебный посох Деда Мороза» в исполнении артистов театра оперы и балета имени Глинки.